Всех приветствую в ближайшие минуты о главных событиях. Алина Горбачёва рассказала о подготовке к спартакиаде. Соревнования по фигурному катанию в рамках спартакиады пройдут с 16 по 18 февраля. «Я долго и сильно болела, но сейчас я готовлюсь к спартакиаде. Всё идёт своим чередом. Волнения нет, тренируюсь, готовлюсь. Есть немного времени, постараюсь показать чистые прокаты. Очень расстроилась, что не смогла выступить на чемпионате России по прыжкам. Интересный турнир, к сожалению, здоровье подвело», — сказала Горбачёва. Андрей Мазалёв рассказал об уходе из группы Кирилла Довыденко. Напомню, в январе Мазалёв объявил о начале сотрудничества с Этери Тутберидзе. У него спросили, в какой момент появилась полная уверенность, что придётся покинуть прошлую группу. «Я достаточно долго думал после чемпионата России, размышлял, скорее пришла уверенность ближе к Новому году», — ответил фигурист. У спортсмена уточнили, что на одном из этапов он сам не захотел, чтобы с ним поехал Довыденко. «Неужели уже тогда была предпосылка этого?» — спрашивает у Мазалёва. «Нет, меня тогда Кирилл Анатольевич спрашивал, с кем я хочу поехать. Я подумал, что попробую с Денисом Луниным съездить. Может быть, это как-то поможет», — говорит спортсмен. У него спросили, чего именно не хватало в группе Довыденко. «Всего хватало, просто нужно было что-то поменять. В Петербурге это было сложно сделать. Это было больше из-за моральных ощущений. Отношения остались хорошие у нас», — говорит Мазалёв. Андрей рассказал о тренировках в группе Этери Тутберидзе. У него спросили, была ли мысль найти тренера в Петербурге. «Была мысль пойти только к Этери Георгиевне», — почему-то ответил спортсмен. У него уточнили, откуда появилась уверенность, что нужно идти именно в этот штаб. «Почему должна быть всегда какая-то уверенность? Все это риск, я на него пошел», — отвечает спортсмен. «Какими показались Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Данил Грихенгаус в первой встрече?» «Приняли меня хорошо. Все рады видеть меня вроде как. Я всегда побаивался взгляда Этери Георгиевны. На самом деле она очень хороший человек, веселый и с хорошим чувством юмора», — говорит Мазалёв. «У него узнали, с кем преимущественно ведется работа на льду». «Нет такого. И Этери Георгиевна, и Данил Маркович, и Сергей Викторович участвуют в подготовке», — отметил Мазалёв. «Спортсмен оценил свою готовность к соревнованиям в спартакиады сильнейших». «Если всё будет хорошо, то подойду в таком состоянии, в котором хотел подойти к чемпионату России. Можно сказать, это лучшая форма сезона. Цель до конца сезона, как минимум, попасть в сборную России», — сказал Андрей Мазалёв. Елена Костылева рассказала о мечте выиграть Олимпиаду. «Все мечтают выиграть олимпийское золото. Я тоже, но надо идти постепенно. Я не равняюсь ни на кого, хотя хотела бы кататься до того возраста, до которого катается Елизавета Туктамышева, скользить и исполнять триксель, как Алёна Косторная, и прыгать четверные, как Александра Трусова. Мне несложно исполнять четверные прыжки. Прыгнула и прыгнула. На данный момент они стали у меня достаточно стабильными. В этом сезоне я хотела бы добавить триксель, но это ещё посмотрим. Ещё хотела бы выучить флип или тулуп. А в целом максимума для меня нет. Я думаю, я многое смогу», — сказала Костылева. «В текущем сезоне фигуристка выиграла бронзу в личном турнире Чемпионата России по прыжкам. Мне было очень приятно, что удалось принять участие в Чемпионате России по прыжкам. Для меня это был огромный опыт, очень хотела бы поблагодарить всех, кто меня поддерживал. Мне было без разницы, в какую команду я попаду, но Саша Голямов — очень классный капитан. Он поддержал меня после болезненного падения. «Я, правда, сильно упала с четверного Сальхова, но у меня не было мысли сняться с соревнований. После падения не было страшно заходить на этот прыжок ещё раз. Наоборот, хотелось исполнить его чисто», — сказала Костылева. Экс-фигуристка Алена Канышева рассказала о ностальгии по соревнованиям. Канышевой 18 лет, она бронзовый призёр финала Гран-при сезона 2018-2019 среди юниоров. В 2020-м фигуристка перешла в танцы на льду, но позже завершила карьеру и начала работать тренером. «Иногда бывает желание самой выйти, но это скорее ностальгия. Прекрасно понимаешь, что на лидирующие позиции попасть уже без шансов. Девочки ушли настолько далеко, просто космос. Мне пришлось достаточно рано закончить спортивную карьеру. В 14 лет из-за травмы я не смогла прыгать, до 16 покаталась в танцах. После того, как я всё-таки решила завершить карьеру, знакомая сразу дала контакт Веленой Владимировной Завозиной. Договорились, и вот уже два года работаем вместе. Было несложно втягиваться в процесс, скорее интересно. Работать с такими специалистами, как Максим Маринин и Велена Завозина, очень круто. «Постоянно узнаю новые для себя моменты. Очень люблю детей, поэтому для меня работать с ними – одно удовольствие. Конечно, бывают трудности, какие-то обиды, но в силу того, что у нас не очень большая разница в возрасте, я очень легко нахожу с ними общий язык. На самом деле, когда стоишь за бортиком в качестве тренера на таких серьёзных соревнованиях, то бывает очень тяжело, легче самой выйти и откатать», – сказала Канышева. Стал известен регламент проведения турнира по шоу-программам. Соревнование пройдёт 9 марта во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Участие смогут принять действующие или завершившую карьеру фигуристы 2008 года рождения и старшие. Олимпийские чемпионы и чемпионы мира допускаются без отбора. Предварительный отбор будет осуществлён Федерацией фигурного катания на коньках России и Первым каналом. По итогам предварительного рассмотрения заявок участие будут приглашены до 18 участников. Тема показательного номера должна отражать многообразие исторических и культурных традиций России. Идея выступления может основываться на русской литературе, музыке, живописи, театре, кино, фольклоре и других жанрах искусства. Основой музыкального сопровождения может стать музыка нашей страны, как классическая, так и современная. Победитель турнира получит 5 миллионов рублей, занявший второе место 3 миллиона, а третий призёр – 1 миллион. Также предусмотрены спецноминации от зрителей и СМИ – 1 миллион и дополнительные призы в ещё 10 категориях – 500 тысяч рублей в каждой. Американский фигурист, бронзовый призёр чемпионата мира и победитель финала Гран-при Илья Малинин признан самым ценным фигуристом по версии ИСУ «Скейтинг Эвордс». Напомню, Малинин установил мировой рекорд по базовой стоимости элементов в 2023 году. Он победил в финале Гран-при в Пекине и набрал 207,76 балла за произвольную программу, базовая стоимость элементов составила 108,09. А в 2022 году он вошёл в книгу рекордов Гиннесса как первый в истории спортсмен, который смог чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях в США. По итогам ИСУ «Скейтинг Эвордс» в номинации «Самая интересная программа» победил Адам Сяохимфа, который в этом году подтвердил свой статус чемпиона Европы в мужском одиночном катании. Лучшим тренером признана Мия Хамада, а лучшим новичком стала Хана Юсида. Александра Трусова попала в китайский учебник английского языка. Вот что говорится в учебнике. 17-летняя российская медалистка в фигурном катании Александра Трусова поразила мир пятью четверными в произвольной программе на зимних Олимпийских играх в Пекине. Ни одна другая женщина никогда не финишировала с пятью четверными прыжками на Олимпийских соревнованиях. Говорится в учебнике английского языка. А теперь перейдем к новости, которая удивила и расстроила болельщиков. Фигуристы Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, выступающие в спортивных парах, прекратили совместные выступления. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсменов Артур Минчук. Пара распалась. Так произошло в связи с травмой партнера. Будем рассматривать вариант для Ясмины, смотреть, кто свободный. Но пока еще сезон идет. В любом случае, еще много соревнований до апреля, пока занимаемся Анастасией Мишиной и Александром Галямовым, рассказал Минчук. Тренер считает, что Колесов с высокой вероятностью завершит карьеру. Завершает ли Колесов карьеру? У него такая травма, которая требует очень долгого восстановления. Мы, как взрослые люди, посидели и поговорили. Партнерша хочет кататься, а он, к сожалению, решил сделать паузу. Паузу сделать в нашем виде спорта очень сложно и нельзя, поэтому, скорее всего, да, процентов 95, что завершит карьеру, сказал Минчук. Напомню, Ясмини Кадыровой 19 лет, Валерию Колесову 23. Они являются учениками Тамары Москвиной и Артура Минчука. В этом сезоне они стали бронзовыми призерами этапа Гран-при России, а на чемпионате России заняли седьмое место. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч! Продолжение следует...